Тема прямого эфира это физиология питания, голод, насыщение, почему мы больше любим сладкое, соленое, жирное, копченое и есть ли настоящая наркотическая, я бы сказал, зависимость от некоторых видов еды. Я так понял, что меня хорошо видно и слышно, и поэтому мы идем вперед. Вот, еще раз, для тех, кто только что присоединился, я Сергей Гудков, я психотерапевт, с 2000 года я работаю в том числе с людьми с расстройствами пищевого поведения, ну а в научном плане эту тему я следую еще с 97 года, так что опыт накопился приличный, опыт, знания. Ну и сегодня я попытаюсь вот так галопом по Европам, самые-самые верхушки, чтобы было понятно, что было понятно, что и как, что, как, почему. Как обычно, я вначале говорю, я оставлю немножко времени на ваши вопросы, ответы и постараюсь на все, что можно ответить, вот, но вначале я. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, записывайте, запоминайте, чтобы в конце эфира вы их задали. Материала, ну, я постараюсь уложиться минут 40, вот так, так, чтобы мы еще минут 15 оставили на вопросы. Ну что ж, давайте тогда мы начнем с голода и насыщения, как все происходит, как у нас в организме это устроено, что там делается. Кстати, кто-нибудь из тех, кто меня сейчас слышит, привет всем, кто присоединился, но я возвращаюсь к своему вопросу. Кто-нибудь из тех, кто сейчас меня слышит, испытывал ли когда-нибудь сильный голод? Если да, то напишите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, пару слов о том, как это было, какие самые сильные ощущения, впечатления были во время сильного голода. Вот, если у кого-то это было, вот как вы помните голод физически, как вы его переживали, что это такое, что там происходило с вами, как вы его чувствовали постоянно. Ну, что-то у меня есть сомнения, что это постоянный голод, хотя такие шансы есть. Ну, я имею в виду сильный голод, прямо сильный-сильный. Что это было, что выходило на первый план в ваших ощущениях, переживаниях, если можно. Итак, всем привет, кто присоединился к нам вновь. И мы говорим про физиологию питания, про то, что некоторые продукты еда с сильными вкусами вызывают более сильное удовольствие. Про зависимость от еды. И вопрос, да, что такое сильный голод? Вот, спасибо, тянет под ложечкой, голова сильно болела и была тошнота. Да, да, вот тяга к сладкому, мы про это, наверное, чуть позже поговорим, если успеем, про тягу, про все эти признаки. Ну, да, вот спасибо, что вы отвечаете. Ну, вот хочется срочно что-то съесть, да, как наркоман, вот что-то съесть, но хочется это что? Вот где эти ощущения в теле? Что сильнее всего? Потому что ответы чуть выше, да, тянет под ложечкой. Да, да, это признак голода. Или голова сильно болела и даже была тошнота. Это уже похоже на гипогликемию. То есть, это не просто голод, а вот такое, знаете, голодище, когда накопился. А когда хочется что-то съесть, вы знаете, у меня таких клиентов много, всегда вопрос, а что же это именно? Когда люди говорят, я хочу поесть, что это? Я вижу это, и мне это нравится. Или я вспоминаю этот вкус, запах, как это будет у меня вот там во рту. Или, может быть, у меня там что-то вот в теле происходит, какое-то ощущение, знаете, чего-то не хватает, какая-то легкость, но неприятная легкость, обычно на посредней линии. Или, может быть, это ниже диафрагмы, там чуть левее, да, вот то, что под ложечкой. Это разные наборы. Что такое хочется есть? Может быть, вы сейчас не ответите на этот вопрос, но к голоду, да? Да. И спасибо тем, кто ответил. Вот именно, да, спасибо, что что-то вкусное поесть постоянно хочется, да, но это не всегда голод. То есть, есть разница. Вот, кажется, что желудок пустой. Это ближе, да. И я приготовил несколько таких слайдов, если можно выразиться так. Я их даже покажу. Вот смотрите. У нас есть два нервных центра, маленьких нервных центра в головном мозге. Центр голода, центр насыщения. Центр насыщения. Как они работают? Как они работают? Вот, центр голода, можно сказать, что-то вроде мышки, которая в клетке, и все время вот такая, знаете, когда она не спит, она все время движется. Если ей не дать это колесо, она просто сгорит от энергии. То есть, центр голода постоянно активный, он все время дает импульсы, все время дает импульсы. И если бы у нас был только центр голода, мы бы, наверное, как грызуны, все время бы что-то жевали, жевали, жевали. Но у нас есть и центр насыщения. Центр насыщения. Это еще одна группа нервных клеток, которая находится рядом с этим центром, с центром голода. Кстати, все это находится в таламусе. Это такой маленький отдел головного мозга, куда стекается информация, в том числе от наших органов чувств. И зависимость здесь такая, что когда центр насыщения становится активным, он подавляет центр голода, поэтому мы голод не чувствуем на какое-то время. То есть, вот что первое стоит усвоить. Собственно, такого насыщения без отрыва от голода нет. Иногда люди пытаются поесть, когда они голодны. И говорят, что-то я не могу наесться. Да, а и нет этого насыщения, потому что изначально голода не было. Поэтому голод, насыщение, это всегда связка с голодом, который ему предшествует. Нет голода, нет насыщения. Итак, вот есть насыщение. И оно, вот центр насыщения становится активным. Он подавляет центр голода. На какое-то время голод проходит, мы чувствуем вот это удовлетворение. И, кстати, удовлетворять голод это приятно. Приятно, да. И та часть еды, которая идет по голоду, конечно же, она должна быть вкусной, приятной. Но, в свою очередь, откуда центр насыщения становится активным? И вот здесь очень важный момент. Это связано с тем, с рекомендациями, о которых я вскоре скажу. Когда у нас пища приходит в тело, мы чувствуем голод, мы начинаем искать пищу, мы ее едим. Первое, что мы получаем, первое, что мы получаем, это физическую информацию. О том, что, ну даже не только физическую информацию, мы вообще видим, как пища выглядит, мы чувствуем ее запах, вкус. И очень быстро мы получаем ощущение, что вообще что-то у нас есть во рту, вот на этих слизистых, потом дальше в глотке, в пищеводе, в желудке. И в просвете кишечной трубки. То есть, вот просто, что пища попала, она соприкасается, и у нас слизистая всей пищеварительной системы выслана такими датчиками, рецепторами на прикосновение. То есть, пища есть, вот эти рецепторы раздражаются, информация побежала. Но это первый вид информации, механический. И наступает окончательное насыщение, тогда, когда добавляется к механической информации, какая информация? Химическая. И вот здесь важная особенность. Химическая информация поступает от других датчиков. Эти датчики находятся в просветах крупных сосудов. И эти датчики, рецепторы, хеморецепторы, они измеряют концентрацию питательных веществ в крови. Прежде всего чего? Конечно же, глюкоза. И во-вторых, уже аминокислоты, жирные кислоты. Так вот, откуда берется вот эта информация? Она берется уже тогда, когда пища из желудка пошла чуть-чуть подальше. Она уже прошла 12-перстную кишку в тощую. И далее, и далее. Там находятся ферменты и пища. Буквально вот эти большие молекулы пищи режутся на более мелкие, всасываются сквозь кишечную стенку, попадают в кровь. Хоп, концентрация питательных веществ в крови меняется. Есть даже выражение такое, сытая кровь. Химическая информация поступает. И вот тогда чувство насыщения становится полным. А вот теперь я хочу еще спросить. Для тех, кто когда-либо испытывал сильный голод, ну что такое? Все просятся в прямой эфир. Ну давайте на пару слов, если это уместно. Ну кто там? Кто хотел поделиться с нами чем-то полезным? Не в прямом эфире. Все. Больше в прямой эфир не буду никого добавлять. Так вот, случалось ли вам, опять же, чувствовать голод, есть и наесться? И вспомните, через какое время вы чувствовали насыщение, такое полноценное насыщение? Может быть, да, спасибо, может быть. Вот кто может вспомнить, что был голод, вы начали есть и наелись? Через какое время? Там 3, 5, 10 минут. Когда вы почувствовали, что вот оно, насыщение пришло, такое хорошее, качественное, я бы сказал, добротное насыщение? Есть какие-то варианты ответов? Вот, спасибо, спасибо. Да, мы видим 20 минут, 20 минут, 20 минут, да, да, через 20 минут, да, спасибо, спасибо. Спасибо. 15 минут, да, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, да. То есть, минут через 20, да, наступит насыщение, мы ожидаем. Вот смотрите, между этими фазами, 20-30 минут, да. Самый главный вывод, что насыщение наступает не сразу. Если есть голод, даже когда мы начинаем есть, пища уже пошла, но насыщение идет не сразу. Чтобы насыщение стало полноценным, нужно, чтобы и физическое насыщение было, физическая информация, что пища есть, и, конечно, химическая информация, что состав крови изменился. Но между ними, я, кажется, тут описался, тут должно было быть написано хим. Написал меха, а тут хим должно быть написано, да. Между ними, вот между этими фазами проходит время, время. Теперь обратите внимание, если мы накопили сильный голод, под действием сильного голода, как мы едим, когда сильно голодны? Кто-то писал, что голова окружилась, аж тошнота, слабость. Когда сильный голод, как мы едим? Кто помнит? Какие прилагательные можно написать? Как мы едим, когда мы накопили сильный голод? Спасибо, да. Уже кто-то обнаелся, когда сильный голод. Ага, ну да, хорошее сравнение, как не в себя, да. То есть, быстро, вот, точное слово. Мы едим очень быстро, быстро и активно. Но мы знаем, что в этом насыщении, сколько бы, жадно, да, хорошее слово, точно, быстро, как дикий, да, жадно, быстро, жадно, активно, очень целенаправленно и так далее. Да, спасибо. Но мы знаем, что сколько бы мы здесь не съели, вот это насыщение по времени, оно всегда отстает, полноценное насыщение, потому что должна быть химическая фаза. Без нее нет полноценного насыщения. Там сколько ни кидай, ну, толку нет, насыщения не будет. Поэтому, первый вывод. Лучше не копить большой голод, потому что, когда сильный голод, он в какой-то мере управляет нашим поведением. Мы едим много, быстро стараемся вот этот голод восполнить. Но сколько бы мы ни кинули туда, насыщение наступит позже. И, скорее всего, под действием сильного голода будет первая, вот это первая причина физиологическая. Почему люди переедают? Ну, это переедание, потому что мы под действием голода едим много. И второй момент. Когда мы едим так медленно, спокойно, когда у нас есть время прочувствовать вкус пищи, когда мы так неторопливо что-то жуем, отслеживаем вниманием каждый кусочек, вот эта химическая фаза приходит, насыщение становится полноценным. И тогда нужно не так много еды, чтобы наесться как следует. Поэтому, помните, раньше поговорки были, когда я ем, я глухо не ем. Пища должна быть медитацией. Вкушаю пищу, благоговейно и так далее. Да, это к тому, чтобы мы сосредоточились на еде, дали возможность вот этой фазе прийти, насыщение сделать полноценным. И чтобы мы, ну, по крайней мере, ели не так много, как могли бы под действием только голода. Вот это первое, что важно помнить. Теперь давайте обратим внимание еще вот на что. У нас есть системы информации. Одна система это дистантная, другая система контактная. Как думаете, с точки зрения выживания, что важнее? Дистантная система или контактная? Вкус, запах это контактное. Насыщение это контактное. Дистантное, ну что это? Это зрение, это слух прежде всего. С точки зрения выживания, что важнее? Как думаете? Какие есть версии у кого? Важно ли нам распознать опасность на дистанции? Или более важно почувствовать ее, когда она близка к нам? Как думаете? Тем, кто присоединился, большой привет. Мы уже обсуждаем с точки зрения эволюции, что важнее. Дистантная система, восприятие информации или контактная? Да. Ладно, я не буду сильно тянуть, потому что у нас еще информации много впереди. Нам, да, спасибо обе. Все важно, да, Сергей Владимирович, и той, и той. Дай нам побольше контактное. Подвисает видео, ну, не знаю, какое есть, такое есть. Вернемся к системе восприятия. Знаете, с точки зрения эволюции, дистантная система более важна, потому что дистанция, это запас времени. То есть, если мы увидим угрозу, пока она еще там за полкилометра, а еще лучше, когда она там за пять километров, если мы услышим, как кто-то там крадется к нам издалека, у нас больше шансов, что мы успеем либо подготовиться к сражению, либо вовремя уйти или убежать. Понимаете, когда мы чувствуем, что вот, как я часто говорю, жаркое дыхание саблезубого тигра у себя на шее, да, это обычно последнее, что мы чувствуем в жизни. И, может быть, мы тогда не успеем передать свои гены дальше, ну, если только до этого не успели. Поэтому, конечно, с точки зрения эволюции, то, что мы воспринимаем дистантно, дает всегда больший шанс выжить. С этой точки зрения процессы в теле, если есть что-то такое, ну, знаете, вот яркое, быстрое, то, что у нас однозначно кодируется как более важное и потенциально более опасное, отодвигается в сторону. То есть, какие-то там дискомфорт в теле, это подождет, если там что-то впереди мелькает. Вдруг это мелькает, там, полосатая шкура тигра, когда надо собираться и бежать. Так вот, если во время еды, это следующий момент, тоже важный, касается физиологии, если во время еды наше внимание начинает уходить куда? В зрительный канал или вот сюда. А есть ли здесь те, кто во время еды смотрел телевизор или, может быть, заглядывал в телефончик или даже с кем-то разговаривал? Я долго не понимал в детстве, почему нельзя читать книгу во время еды, ведь это же, ну, так здорово, вроде времени тратится. Если здесь кто-то, кто с этим сталкивался, ну, признавайтесь, то хотя бы раз в жизни во время еды листал телефон или, может быть, поглядывал в телевизор хотя бы краем глаза, читал газету или с кем-то разговаривал. Да, спасибо, спасибо за откровенные ответы. Да, есть, есть, конечно. Смотрите, то есть получается, что мы идем против физиологии в этом случае. У нас есть каналы, которые по умолчанию более важны. Если наше внимание там, то то, что происходит в теле, автоматически ходит на второй план. Автоматически ходит на второй план. Поэтому, и вы знаете, вот эти, особенно если голод не сильный, насыщение нам тоже не нужно такое вот сильное, прям до тяжести, но это уже не насыщение, а переедание. Вот первые сигналы насыщения тогда, которые мы можем уловить в теле, они, ну, скажем так, легкие, они не такие интенсивные. Конечно, по интенсивности, когда там инстаграм, что там делает наш президент, что там делает условно этот дуть, да, ютуб, наше внимание там, мы пропускаем сигналы в теле. И это тоже шанс для того, чтобы мы съели что-то не то, что-то не тогда, не в таком объеме. Поэтому лучше всего, чтобы что? Чтобы еда у нас была едой, едой, свободной от всего остального. Как только наше внимание рассеивается, делится между едой, еще чем-то, еще чем-то, какими-то другими делами, всегда есть шанс, что там будет что-то лишнее, не нужно. Вот это второй важный вывод, который я хотел донести. Здесь нет ничего такого странного, непонятного. Это элементарно физиология. С точки зрения важно что-то заметить. Поэтому если мы смотрим, мы в это время меньше чувствуем. Вот и все. Внимание перераспределилось. Поэтому если вы хотите сесть, нормально поесть, утолить голод, значит вы в это время откидывайте все другие дела. Вы знаете, я помню всякие разные истории, как это бывает у моих клиентов. Некоторые клиенты возмущаются. Типа, Сергей Владимирович, а это что теперь значит? Мне что, телевизор надо на кухне выключать? Я говорю, ну да, было бы хорошо. Да вы что? Да это же такой ритуал. Я говорю, так, у вас лишний вес, а у кого еще в семье лишний вес? То есть, ну да, вообще-то, да, да. То есть, первое, с чего мы начинаем, мы регулируем физиологию. В том числе, такими простыми поведенческими методами. Итак, еда, внимание на еду. Это время на еду, о котором мы говорили, чтобы мы успели получить обе части насыщения. Я надеюсь, что с этим понятно. Если с этим понятно, или если есть вопросы, вы их запомните, запишите. Я на них постараюсь ответить, если успеем. Но я предлагаю пойти дальше. Потому что следующий наш вопрос, следующая тема, о которой хотелось бы хотя бы коснуться. Это, почему же сладкое, соленое, там, что-нибудь жареное, особо вкусное? Почему нас тянет, как иногда говорят, на какую-то гадость? Хороший вопрос, да, разговаривать за столом. Но это, опять же, мы уходим в наш аудиальный канал, он по умолчанию важнее, важнее нашего телесного восприятия. Это хорошая традиция, да. Много традиций связано с едой, но не все из них полезны в пищевом плане. Поэтому оптимально, что еда – это еда. И после еды уже, ну, знаете, когда, может быть, легкие закуски, или уже идеально, это просто чай, вот тогда разговор. А еда – молча. Коротко я ответил, теперь давайте мы все-таки разберемся, почему есть вкусная еда, условно вкусная, которая нас так и тянет. Вот бы так тянуло на какую-нибудь морковочку, на укроп, да, так нет же, там, то на селедку. Вот, когда я ем, я глухонем, да, спасибо, что напомнили об этом, да. Вот правильная пословица, очень точно. Но все-таки, почему же тянет нас на все это? Смотрите, что происходит. Вот еще один слайд, он большой, сложный, я постараюсь его объяснить. У нас есть некоторые внешние стимулы вид еды, ну, внешние стимулы в данном случае чуть-чуть по-другому. Это в том числе вкус и наиболее сильные вкусы какие? Сладкие, соленые, и мы в том числе каким-то образом воспринимаем жирность пищи. Есть внутренние стимулы. Внутренние стимулы здесь с точки зрения аддиктивности, какая еда более притягательна для нас. Это то, есть ли у нас какие-то питательные вещества в крови, питательные вещества в этой еде. И конкретно мы сейчас, в каком соотношении у нас голод и насыщение в данный момент есть. Вот то, как мы видим, то, какие вкусы мы чувствуем, уходит в таламус, внутренние стимулы в гипоталамусе. И это собирается в конце концов в лимбической системе, которая очень тесно связана с системой вознаграждения. Я думаю, что вы уже не раз слышали про неспецифическую систему вознаграждения, что там есть дофамин, есть эротонин, есть вот это предвкушение чего-то, есть опиатные рецепторы, есть эндогенные опиаты, которые способствуют нашему удовольствию от чего-то. Слышали когда-нибудь про это? У нас в организме есть система, которая подкрепляет кое-что. Которая предвкушает удовольствие, которая подстегивает нас искать вот эти райские кущи, там, манну. Кто-нибудь знаком с этим? Хотя бы так, краем уха слышали? Если да, то напишите хотя бы плюсик, что ли. То я, может, говорю о чем-то таком таинственном, непонятном. Да, кажется, это не всем известно, да? Лимбическая система. Лимбическая система – это то, что, если можно так сказать, в том числе обслуживает нашу эмоциональную жизнь. Она более древняя. Поэтому у нас часто эмоции бегут впереди и мысли. Система вознаграждения – это внутренняя такая биохимическая фабрика, которая вырабатывает те вещества, которые, когда поступают в кровоток, особенно в кровоток локальный, кровоток головного мозга, соединяются с рецепторами нейронов. Вот мы как раз тогда переживаем вот те самые моменты удовольствия, экстаза, радости, восхищения. И в том числе мы здесь переживаем некое предвкушение. Мы начинаем, что называется, энергетически заряжаться, что ли. Или получать вот это удовольствие после того, как мы что-то сделали. То, что мы предвкушали раньше. Конечно же, лимбическая система тесно связана с корой головного мозга, особенно с префронтальной корой, там, где мы планируем что-то, где у нас есть способность включать силу воли. Вот все эти моменты. Но, тем не менее, чем здесь хороша еда? Почему она здесь важна? Потому что вот эти сильные вкусы, особенно сладкое, соленое, это то, что сильно стимулирует в том числе вот эту лимбическую систему. Здесь собираются всякие стимулы. Она запускает систему вознаграждения. И получается, с одной стороны, если вот здесь много стимуляций, я вот показываю, да, сладкое, соленое, жирный вкус, много стимуляций. И тем более сладкое и жирное, это с точки зрения эволюции, то, что богато энергией. Это нам полезно. Мы тогда можем быстро получить вот этот заряд энергии. Мы стимулируемся. Мы получаем вот это подкрепление через систему вознаграждения, что ого, да, что там, это очень хорошо. И наша кора начинает делать выводы, что вот мы это поели, оп, нам стало хорошо. Мы это поели, нам стало хорошо. Возникает такая условно-рефлекторная связь. Словно-рефлекторная связь. Именно поэтому какая-то еда с сильными, с резкими, с выраженными вкусами. Помните, я как-то говорил, что мы приматы, нам нужна новизна, нам нужна интенсивность. Вот здесь интенсивность еде просто запускает эту систему вознаграждения. Поэтому мы получаем больше удовольствия. Одна из ошибок, кстати, которую я часто встречаю, в том числе у своих клиентов, люди пытаются сбрасывать вес, выбирая для этого какую-то ненасыщенную вкусами еду. Ну, знаете, вот такие монодиеты или диеты, ну, вроде бы, содержащие разные продукты, но маловкусные. Куриная грудка, гречка без соли, без сахара, без соусов, какие-нибудь зеленые листики. Ну, это по вкусу, ну, как-то не интенсивно, понимаете, о чем я говорю. И наоборот, когда есть какая-нибудь газированная вода, когда есть что-нибудь сладкое, выпечка, когда есть шоколадка, бананы, лапша с сыром, да еще с каким-нибудь острым соусом. Вот, да, кому-то знакомо, спасибо, что ответили, да, гречка и грудка. Ну, да, питательно, да, полезно, безусловно. Вот бы всю жизнь так питаться. Но, 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 понимаете, там не хватает вот этого вкусового компонента, поэтому система вознаграждения запускается слабее. Слабее, да, вот нет этого удовольствия. То ли дело какой-нибудь тортик с чаем заточить, да, но вот там сразу какое-то удовольствие и есть. И, конечно, оно начинает ассоциироваться, что удовольствие, та еда, которую мы едим, там какая-то обстановка, мы начинаем связывать это удовольствие и понимаем, что это удовольствие, в принципе, достаточно просто получить, просто достичь. Ну, вот магазин рядом. Да, 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 спасибо, что вы ответили, что была приверженцем таких дел. Магазин рядом. Пять шагов, тебе не надо очень много мучиться, чтобы что-то там взять, съесть. Поела, получила вознаграждение. Поела, получила вознаграждение. Именно поэтому интенсивные вкусы вызывают у нас больше удовольствия. Вот так мы устроены. Мы не можем обходиться без вкусов. И какой вывод отсюда должен быть, что если мы пытаемся искусственно себя ограничить во всех вкусах, потому что бывают такие идеи, да, вот я сейчас поем, посижу на этой диете, да, гречка, да, грудка, да, там все эти зеленые листья, петрушка, укроп, листья салата, да, безусловно, полезно. Но мы получаем дефицит тогда ощущений, мы получаем дефицит удовольствия. Это, я бы сказал, недополученное удовольствие как-то копится, копится, копится. И что потом? Бу-дыщ, бам. Внезапно человек просыпается ночью, у холодильника уже полторта съела, который, в общем-то, и не собиралась есть. Рисы овощи, да, рисы овощи, вкусная, полезная еда. Но, как правило, если она совсем без каких-то добавок, вот поел и чего-то не хватает, да? Да, отсутствие удовлетворенности, точно, точно. А кто-то написал у нас, была приверженцем таких диет. И мне кажется, что была ключевое слово, была, да, потому что наелась вот так вот. Вот так вот, и теперь хочется чего-то другого. Да. То есть, именно поэтому интенсивные вкусы нас привлекают. Потому что особенно сладкое, особенно что-то жирное, особенно что-то жирное у нас связано даже эволюционно с тем, что на этом мы можем продержаться долго, здесь много энергии, поэтому съесть это выгодно, чем просто перемалывать какие-то пищевые волокна. Вот. А соленое, острое, горькое, что-то там терпкое, в том числе дает элемент новизны, это стимулирует нашу нервную систему, подкрепляется этой системой вознаграждения, мы чувствуем себя хорошо. Вот быстро, хорошо, да, быстро и хорошо, сразу, без каких-то особых усилий. Ну, согласитесь, да, я помню, когда мы давно-давно еще работали, в том числе с коллегами в виде группы по снижению веса, одно из заданий было таким, вот найдите что-то, что приносит вам в жизни удовольствие, и сделайте так, чтобы этого удовольствия, в принципе, было больше. Ну, потому что и даже дает удовольствие, вот это вознаграждение, не специфическое удовольствие, да. И вот возникает идея, ну, я буду ходить на концерты классической музыки, или там на рок-концерты, я буду читать книги, я буду ходить в театр. Ну, позвольте, пока ты доберешься до этого концерта, да, пока ты там отсидишь, конечно, музыка это тоже удовольствие, она тоже, кстати, зацепляет систему вознаграждения. Или пока ты сходишь в театр, сколько времени пройдет? Еда, вот, 5 минут ты уже в магазине, шоколадку можно есть уже сразу после кассы, дети иногда прямо в магазине едят. Это намного быстрее, поэтому, если вы хотите наладить такое нормальное питание, очень важно, чтобы там были вкусы, да, спасибо, спасибо, очень важно, чтобы еда была и вкусной, насыщенной вкусами, и это раз. И, во-вторых, важно, чтобы, если вы нашли, что ваша еда выполняет вот эту функцию, что я через нее получаю удовольствие, я себя как-то стимулирую, я как-то себя вознаграждаю, подкрепляю, это для меня возможность сказать себе, какой я молодец, какая я молодец, как я там хорошо сделала и так далее, и так далее. То есть, если для вас еда выполняет эти функции в том числе, то здесь очень важно найти хотя бы что-то, что вы можете давать себе вот быстро, почти так же, как еда, мгновенно, какие-то удовольствия, какие-то телесные впечатления, вот прямо через тело. И в целом, чтобы, когда вы начинали, ну, если такой вопрос встает, есть лишняя еда, я начинаю ее чем-то замещать, часть должна доставаться прямо телу. Я надеюсь, что это понятно. Я надеюсь, что это понятно. Хотя бы принципиально это понятно. И если да, я жду хотя бы парочки сигналов. И все-таки хочу разобрать с вами еще один момент. Еще один момент важный. Про зависимость. Про зависимость. Про зависимость. Вот, возвращаясь сюда, эти опяты, эндогенные, это удовольствие, которое мы получаем. Ну, Сергей Владимирович, а вот когда люди пьют водку, или когда они употребляют какие-нибудь другие психоактивные вещества, сейчас не будем их называть все, это ведь тоже задействует ту же самую систему вознаграждения. Там тоже идет выброс этих эндогенных веществ. Мы получаем там очень много удовольствия. В чем разница? И можно ли сказать, что если я так люблю сладкое, то у меня тоже зависимость? Да-да-да, спасибо, хороший вопрос. Но чуть-чуть позже. Если я не отвечу, напомните про него. Например, я люблю сладкое, или я люблю там какие-нибудь брюшки, семги, то есть жирную еду. Зависимость ли у меня от этой еды? Это еще один вопрос, который я хотел сегодня разобрать. Ну, давайте так, принципиально. Фундаментально мы от еды зависим на 100%. То есть, если мы говорим о зависимости, да, мы от еды зависимы. Все, от рождения до смерти, мы не можем не есть. Но если мы начинаем вдаваться в фантазии, что у меня зависимость от сахара, у меня зависимость от чего-то жирного, от соленого, у меня зависимость от этих шоколадных батончиков, или у меня зависимость от, вот, для амичей, это будет понятно, у меня зависимость от шоколадных тортиков из магазина Престиж, да, зависимость от шоколадок, или зависимость от мороженого Милка, например, который продается в красном и белом. Ну, вот такого нет. Вот такого нет, почему? Потому что, чтобы мы могли считать, что есть зависимость от какого-то конкретного вида пищи, нужно вообще разобраться с зависимостью от тортиков, да, 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 от тортиков. Вообще классически, вот если мы говорим про зависимость, как биохимическую зависимость, как зависимость, например, от алкоголя, от опиатов, от каннабиноидов и так далее, Милка с орешками, да, да. Так хочется сказать. Ну, все, я уже как только не алкоголик, а шоколадоголик, и пора меня уже кодировать, и вообще в ЛТП на полгода, чтобы я там отучилась. Но давайте мы разберем, что такое зависимость. Для того, чтобы мы могли сказать, что это классическая наркотическая зависимость, есть три критерия, и они должны быть все. То есть тяга, вот это любимое слово у наркологов, тяга, тяга, да, это неудержимое желание потреблять, потреблять и потреблять. И отсутствие контроля здесь. То есть я хочу, и у меня нет контроля, и я не могу остановиться. Дальше. Увеличенная толерантность. Что значит толерантность здесь? В данном случае понимается, что, ну вот как у алкоголиков, алкоголики со стажем могут выпить много, без последствий, без видимых последствий. Допустим, какой-нибудь начинающий алкоголик столько не может выпить. Вот так же и здесь, да, что условно говоря, та доза, которая оставляет, через какое-то время уже не дает такого ощущения радости, удовольствия, и требуется больше, больше и больше. Вот это называется увеличение толерантности. И третий критерий любой зависимости – это абсистенция или синдром отмены. То есть если этого нет, тебе плохо, ты страдаешь, иногда прям жестоко страдаешь. Вот три критерия должны быть. Так вот, когда мы говорим про зависимость от еды, вот это есть увеличение толерантности. Это бывает. Это бывает в том числе на сладкое, это бывает на жирное, может быть на соленое. Почему? Потому что с одной стороны наступает адаптация рецепторов. То, что возбуждало рецептор раньше, рецептор к этому приспосабливается. Теперь требуется увеличенная доза. Это раз. Во-вторых, если все время одно и то же, одно и то же, одно и то же, мы как приматы, мы любим разнообразие, наш мозг тоже к этому привыкает, и поэтому требуется, ну, такая более убойная дозировка. Более убойная дозировка, чтобы получить то, что было раньше. Да, про зависимость я вижу ваш комментарий. Спасибо. Ну, вот про все остальное. Тяга. Давайте поговорим про сладкое, например. В зависимости от сладкого. Тяга. Прям хочется чего-то, хочется, да, если я это не получаю. И абсистенция. Если вдруг я не поела сладкого, чего-то аж прям трясет плохо. Знаете, обычно это связано с гипогликемией, потому что когда у нас, особенно после того, как мы поели чего-то много сладкого, наступает глюкозный пик. Я вот эту картинку тоже приготовил. Если мы поели что-то быстро углеводное, то есть простые углеводы, которые, в принципе, эволюционно мы с ними не знакомы были долго-долгое время. Раньше не было ни шоколадок, ни простого сахара. Ну, мед может быть был, но не часто. Кому-то не так везло. Поэтому мы ели что? Ну, да, клубни какие-то ели. Ту же свеклу, ту же морковку ели. Но там пока разгрызешь, пока там эти пищевые волокна расщепятся, вот таких скачков глюкозы не было. А сейчас что? Шоколадку взяли раз, за три минуты ее съели, или кофе с сахаром выпили, хоп, скачок глюкозы в крови сразу. В ответ на него что? Выброс инсулина. Но он отстает, и когда инсулин поднимается, поднимается, количество глюкозы падает, падает, вот мы получаем здесь гипогликемию, а инсулин еще растет, растет. И вот здесь слабость, плохо, опять нужно взбодриться, опять нужна вот эта очередная дозировка. Но это не та абсистенция, о которой мы говорим, что это синдром отмены. Нет, это просто от глюкозы мы зависим критично. Она у нас всегда в крови должна быть. Поэтому здесь, если мы избегаем таких вот пиков, вот этого снижения не будет. Любым способом убери глюкозу до какого-то предельно возможного уровня, мы почувствуем себя плохо. То есть это не зависит от вида пищи. Поэтому в строгом смысле слова, вот такой зависимости, вы понимаете, наркотической абсистенции, поэтому такой наркотической зависимости от продуктов нет. Есть ее элементы, понимаете? Какие-то элементы ее есть. А вот такого сказать, что я там, ну как, с какими-то производными, например, кокаина, три раза попробовал, и теперь все, если я не получаю эту дозу, каждые там 3-6 часов чувствую себя ужасно плохо. Ну вот такого точно нет. Хотя при этом от еды мы зависим на все 100%. Так, так. Ну вот если, если очень-очень кратко, схематично, я об этом и сказал. Хотя люди, которые едят периодически много сахара, сталкиваются вот с этими пиками, с падениями, пиками с падениями. Есть даже программа такая, такая перехода на более умеренную углеводную диету. Возможно, есть смысл переходить на такое питание, чтобы этих резких колебаний и глюкозы в крови не было. Пару лет назад я был на конференции у нас здесь, собирались врачи-эндокринологи, и в том числе на одном из докладов наша коллега говорила вот о чем. Она говорила. Она говорила о том, что, знаете, оказывается, когда есть колебания, вот эти резкие колебания, большой размах между минимумом и максимумом в крови, особенно это касается глюкозы, но других веществ тоже. Это хуже, чем если бы был, допустим, стабильно, скажем, высокий уровень, пусть выше нормы. Но, говорит, вот эти колебания, это хуже. В том числе потому, что это плохо действует на подкожную клетчатку. Подкожная клетчатка – это то, что держит нашу кожу в тонусе, и в том числе влияет на образование морщинок. И она рассказывала, говорит, вот, говорит, коллеги, знаете, что нужно женщинам говорить? Нужно говорить, что если ты будешь плохо питаться, если у тебя будут вот эти колебания постоянные, у тебя морщины будут раньше и глубже. Вот чем надо пугать. Ну, все смеялись. Ну, я вот сейчас говорю вам про это. Да, да, спасибо. Ну, в этом есть толк, да, потому что вот эти колебания, конечно, они, во-первых, плохо действуют на нашу поджелудочную железу. Вот, во-вторых, на все остальное тоже. То есть, это является предрасполагающим фактором к развитию или к прогрессированию атеросклероза. Вот, ну, я уж не говорю про внешние признаки. Да, поэтому есть смысл налаживать питание, сейчас достану опять, да, есть смысл налаживать питание так, чтобы вот этих пиков и спадов было меньше, чтобы уровень глюкозы в крови был более, более, ну, скажем так, более ровным. А это достигается в том числе за счет того, что мы едим сложные какие-то длинные углеводы. Вот на прошлых эфирах, на позапрошлых я упоминал план марши Хервин. Там три приема пищи в день, и в каждом приеме пищи обязательно есть сложный углевод, обязательно есть овощи, есть клетчатка. Вот это то, что создает основу для того, чтобы пища поступила, чтобы вот эта вот химическая составляющая все время была, чтобы все время в кровь потихонечку поступали простые сахара, в том числе глюкоза, чтобы вот этих колебаний не было. Ну, вот так. Ну что ж, самое-самое основное, так, мельком, конспективно, крайне конспективно я изложил. Давайте теперь будем разбирать вопросы. Ну, что успеем, на то я отвечу. Есть ли что-то про острое? Ну, знаете, да, про острое. Про острое... Ну, обычно с острым нет таких проблем, потому что острое является проблемой тогда, когда есть либо гастрит, либо язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки. Вот тогда острое – это проблема. В принципе, само по себе острое что-то – это, ну, я бы не сказал, что это такая вот, знаете, ужасная еда, которую нужно избегать изо всех сил. Если вы можете есть острое, если вы любите острое, да, пожалуйста, ешьте. Если вы получаете от этого удовольствие. И если вот эта острая еда у вас не все время одна и та же, а одна и та же, она хотя бы немножко разнообразна, ну, пусть будет. Острая еда изначально пришла к нам откуда? Она пришла к нам из Юго-Восточной Азии. Там много лет не было холодильников, поэтому острая еда была а – консервантом, б – противопаразитарным средством. Может быть, в наших условиях, когда выяснилось, что не все люди моют руки, их надо этому учить, это тоже полезно. Ну, и в генетически достаточно большой процент людей в Юго-Восточной Азии был рожден, ну, так скажем, с недостатком выработка соляной кислоты. А острая стимулирует эту выработку соляной кислоты, поэтому для них это было полезно. Вот для вас, как вам? Хорошо, ну и ешьте. Все видишь, все понимаешь, но все попытки исправить питание проваливаются. И про поиск мотивации будет эфир? Ну, возможно, я сделаю про поиск мотивации, да. Вот, хороший вопрос. Как отрегулировать контроль над насыщением? Хороший вопрос, да. Контроль над насыщением. Как сказал товарищ Будда, все, что вы делаете, может быть медитацией. Поэтому, чтобы контролировать насыщение, вначале нужно с ним хорошо познакомиться. Нужно хорошо познакомиться. То есть, прочувствовать, какое оно у вас. Какие продукты дают хорошее насыщение у вас. Хорошее, качественное, долгое. Потому что есть еда, которая дает эти углеводные пики. Есть еда, которая дает отвратительное насыщение, очень короткое. Вроде бы вы поели много, по энергии много, но через полчаса, через час опять охота есть. Потому что нет хорошего физического компонента насыщения. Вот. То есть, это все нужно протестировать, понять. Понять здесь и на чувственном уровне. И, конечно же, это сосредоточенность на еде. Чтобы успели уловить первые признаки. Вот есть интуитивное питание. В том числе наше с Михаилом Копытовым версии интуитивного питания. Мы через ощущения в желудке учили людей ловить эти первые признаки насыщения. Учили тестировать, что тебе подходит, что не подходит. И даже примерно определять дозировку прямо сейчас. Вот. Эта информация есть. Если вы в Ютубе наберете интуитивное питание гудков. Вот знаете, база интуитивного питания в этом видео есть. Там минут 40 или 50. Там базовые упражнения есть. Найдете. Вот это, наверное, первое, что стоит делать для контроля над насыщением. Был еще вопрос, на который я обещал. Вот. Почему иногда в стрессе ничего не можешь есть? Иногда метешь все подряд. Да. Хороший вопрос. Правильный, актуальный. У нас немножко времени есть. Да, есть. Поэтому я на него отвечу. Почему в стрессе? Иногда не можешь есть, иногда метешь все подряд. Видите ли, есть гиперфагическая, гипофагическая реакция на стресс. Она в какой-то мере задана генетически. То есть гипер – это много. Фагос – поглощение еда. То есть когда мы много едим. Гипофагос, соответственно, мало едим. В зависимости от уровня стресса и от того, какой был стресс раньше. В принципе, на острый стресс биологическая реакция такая нормальная. Первая биологическая реакция – это гипофагическая. Потому что острый стресс обычно связан эволюционно с физической опасностью. Наше тело готовится к действию или действует. Тут не до еды. Нужно убегать или драться. Нужно наоборот все остальное, кроме мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, приостановить, немножко пригасить, только потом уже что-то переваривать в пищу. Потому что если часть энергии, часть внимания, часть нашего нервного потенциала уйдет на еду, на ее переваривание, мы можем просто не выжить. Поэтому первая такая нормативная реакция – это нет аппетита. Но зато потом наступает обычно вторая фаза, гиперфагическая. Когда то, что мы во время предыдущих расходов энергии не успели возобновить, нам нужно восполнять, нам нужно опять накопить гликоген, нам нужно опять накопить какие-то жировые запасы на случай чего-то. То есть такая фаза подготовки. К следующему опять бурному расходованию ресурсов. И вот здесь, да, мы хотим много есть. И бывает так, что у нас серия стрессов, после какого-то стресса мы вначале не хотели есть, потом мы начинаем хотеть много есть, если говорить таким наркоманским языком, да, отходняк после стресса мы тут восстанавливаемся. И тут опять какой-то стресс, но мы восстанавливаемся еще от того стресса. Поэтому кажется, что вроде я тут нервничаю и ем. Но это может быть в том числе реакция на предыдущий стресс, который только-только, вторая фаза до нас дошла. Ну вот если очень коротко, то так. Какие еще у нас есть вопросы? Какие еще у нас есть вопросы? Какие еще у нас есть вопросы? Ну что ж, кажется, вопросов больше нет. Тогда я очень коротко подведу итоги нашего сегодняшнего эфира. Нашего сегодняшнего эфира. Голод и насыщение. Дайте время почувствовать себе насыщение. Лучше всего не копить сильный голод. Еда должна быть вкусной, разнообразной. Потому что если она будет пресной, маловкусной, нас на что-то потянет. Да, нас на что-то потянет. От еды мы зависим фатально на 100%. При этом такой вот наркотической зависимости от чего-то сладкого, жирного, соленого нет. Один из признаков есть, да. Один из признаков, но только один. И поэтому, если мы налаживаем нормальное, регулярное питание, согласно... Лучший пример, который я часто рекомендую, это диетический план Марш и Херин. Не диетический, а просто план питания. Так, чтобы убрать вот эти все колебания, глюкозы, чтобы мы чувствовали себя хорошо, без гипогликемии. И на этом фоне мы налаживаем все остальное, там оттачиваем до тонкости интуитивное питание. То этого обычно бывает достаточно. Вот. Вот. Еда должна быть вкусной, полезной, разнообразной и, конечно же, осознанной. Я напоминаю слова Будда, да. Все, что ты делаешь, может быть медитацией. В том числе на вкус, на запах и на то, какое насыщение, какое удовольствие дает еда, когда вы утолеете голод. На этом, если нет вопросов, я буду заканчивать на сегодня. Возможно, у нас снимут все эти ограничительные мероприятия и можно будет провести очную встречу. Если я буду здесь, все-таки очную встречу я проведу в Омске. Ну, если нет, значит, возможно, мы проведем очередной прямой эфир. Я понял, что тема мотивации важна. Я на эту тему именно мотивация по поводу того, как все-таки наладить свое питание, встроить там элементы правильного питания, может быть, интуитивного питания. Я по еще что-то подготовлю, самое такое простое, действенное. За сколько часов до сна не стоит принимать пищу? Ну, стандартная рекомендация, полтора-два часа до сна, чтобы вы не ели. При этом, если вдруг вы хотите есть, вы чувствуете, что это настоящий голод, что это непотребность себя успокоить, непотребность себя как-то развлечь, наградить или наоборот наказать, поешьте. Лучше себе это дать, чем копить вот это неудовлетворенное желание. Ну что ж, на этом тогда я завершаю. Если у вас есть вопросы, предложения, идеи, пожалуйста, пишите, пишите в личку, пишите мне в других соцсетях, если хотите. Иногда из ваших вопросов рождаются какие-то мероприятия или хотя бы прямые эфиры, так что буду рад обратной связи. Да, пожалуйста, рад был провести прямые эфиры для вас. Спасибо за ваши сердечки, за вашу активность. И, возможно, с кем-то мы еще встретимся в эфире или даже лично. Все, на этом я завершаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok